Друзья мои, всем доброе утро! Всем здравствуйте! Иду, девочки, на рынок. Решила включиться, показать вам, как здесь уже цветет Марин корень. Уже бутончики распустились маленько. Березки. Березки русские. Ветерок небольшой птички поют. А там вдалеке даже и риска распустилась. Одна, ирис. Ирис стоит красивый. У меня еще не цветут ириски. У нас сторона не солнечная. Какая прелесть. Яблони цветут. Мы вчера идем, девочки, здесь проходим утром с сестрой. А я телефон не взяла. Я говорю, ну ладно. А сегодня решила включиться. Включиться, показать вам. Такой цвет. Прям красота. Еще солнышко светит. Аромат, девочки. Утро чудесное. Все в округе, девочки, цветет. Улица наша, Ленина, центральная. А я тороплюсь. Меня Анна, сестра, ждет возле фикс-прайса. Мы вчера утром ходили, она купила рассады. А я тоже хотела сегодня, вчера не взяла с собой ничего, говорю. Сегодня с утреца сходим, посмотрим, в общем, что там уже продают. Молочко вам привезли, вижу. Так что сейчас купим. А меня идет встречить. Привет. Там уже, говорю, молоко привезли. Карасиков. Нет, не карасиков, знать-то ротаны. Надо, наверное, спросить, по какой цене ротанчики. Здравствуйте. А по какой цене у вас ротаны? Ротану шестьдесят. По шестьдесят? А то я думаю, кошкам взять. Сами и сольский день кошки. Сами тоже, но я давно не ела таких-то. Ну, что бесполезно, видите, они живые. У меня там как раз пруд дома есть, девочки, покупаю ротану. Ротану, прудик. А, они живые. У нас тоже спускали в бак. Ну, караси, я знаю, что это. Они же там такие. Какие? Ну, ну. Как девочку? Ух, это молочек. Там уже тоже карасиков продают, приглядываются. Рассаду сейчас посмотрим. Капуски надо взять. Пришли мы, девочки, рассаду. Прикупить капуски. А которая ранее-то у вас? Ой, это сухлама, вот ранее. Ага, ты сколько, пятнадцать берешь? Сейчас не надо. Ну, бери, давай. Ты возьмешь сколько там остальное? Я бы заберу тогда. У меня там еще есть. Еще есть, ага. Давайте. Я бархатцев, может, еще возьму. Посмотрим. А мы, девочки, тут зашли в магазин, то, что надо. И представляете, капуста по 10 рублей. А мы по 20 набрали. Сорта какие у вас? Так, это у нас что, сейчас? Это для кваски, капуста. Сорта. Смотрите, давайте, сорта, как называется. А я вот тут еще последний парнишок взяла. Такой вот. Так что сейчас семян возьмем. Сестра там. Тоже семена смотрит. Ранее это там июньская, июльская какая-то надежда. Что-то сейчас попробуй, где она мне вызывала. Иду, девочки, тащусь. Слышу, работает тут. Саша, ты помоги мне. Или что? Ну, у меня тут вот руки уже оттянуло. Фу, муж с утра травку решил скосить. Так, ну-ка, вот это самое главное. У меня уже рука. Ой, покажу сейчас девочке, что купила. Что я набрала. Ты представляешь, на базаре возле Офикс Прайса купили рассаду с сестрой по 20 рублей. Зашли сюда, в этот, в наш магазинчик рядышком-то. По 10 рублей еще взяла. Взяла, в общем, так, это раннее. Это же самое рассаду. Ну, капуста, капуста, да. Вот взяла, считай, 10 корешков. Ну, 10 корешков ранний. И 10 корешков цветной. В общем, рассаду набрала. Это мы будем сажать. Саша, знаешь, что сажать будем в доме 2? Так, молока взяла. Я тут рыбу взяла. Достань ее, пожалуйста. Кошек надо покормить. Ну, потому что утром кошек кормим. Так, сливки, творог, молочка. Ротанов купила по 60 рублей. Слушай, я котлет хочу сделать. Они живые. Да-да-да, надо их лучше распечатывать. Так, сейчас завтрак будет. У меня творожок свежий. Так что насадим, девочки. Капусты, дай бог. Чтоб наросла. Надо же, оставят, ждут. А я говорю, в прудик. Ротанов-то. Ой, малышня. В прудик, конечно. А что, они будут жить, наверное, в прудик? Да я так пошутила, конечно. Не знаю, они живые. Кто-то отпустит, что ли? Да не надо, не, не. Я же хочу, кто они называются. Малышня, вперед. К рыбке. Кто живой? А мы сейчас разговаривали. Я говорю, готовите, нет, эти котлеты? Ну, он говорит, делаем котлеты. Мелем и сало добавляем. А вот. Так что, что? Хочешь туда отправить, что ли? Все, девочки, в пруду будут у нас ртаны жить. Ну-ка, что? Там пчелы опять. Воды надо добавлять. Не, Саша, не будет он плавать, что ли? А тут уже. Как уплыл? Попыл. Да ты что? Не буду так. Ну, вот. Ну, не надо, не спускай. Че, пусть они покажутся, потом, может, кошки съедят. Кошки, говорит, съедят. Ты посмотри, которые поживее. Потому что кулек-то завязан был. Что, они так-то живучие? Нет, он, видишь, не это. Кверху брюхом всплыват. Придумывай, давай, вытаскивай. Воды надо набрать здесь. Ой. Че? Хвостом от меня, раз. Они так-то живучие. Бывают из морозилки. Достаешь до коней, это. Ой. Смотри, что. Видела? Вот в том дело. Ну, этот вот. Да, этот вот, глядишь. Побыгается. Ну-ка, давай, давай. Ух ты. Воды только добрать надо. Сейчас тоже разговаривали. Я говорю, пчелы летят соседские к нам. Он говорит, они не укусят, если их не трогать. Не, ну, лишь бы дети сами видишь. Дети притронутся и все. Да, дети-то не лезут. Че ты? Не пойму. Ах, это не, это... Это че-то... Это че-то другое. Это какой-то... Кто это? Гальян, что ли? Не знаю. Какой крупный гальян? Ух ты. Это гальян? Смотри, какой здоровый. Гальянов не видал. Ну вот, придет вот Дашка и выловит. Бедная. Жалко так-то, я не могу и живую рыбу. Девочки, раньше по многу брали. Помнишь, в том доме жили, ага. Наберешь. Кстати, караси были, тоже по 60 рублей. А карасей что-то брать не стало. Надо было поди взять, нажарить. Чистить их надо. Живых я точно не почищу. Ой-ой-ой, лови его скорей. Ты куда? Куда я за рыбой пошел? За рыбой уже охотник. Ну, охотник. Ну. Ну, бегом бежать. О, смотри, едешь тебе. Давай, бросай. Шевелит. Разживутся. Чем их покормить-то? Смотри. Что-нибудь бросить им. Они живые были, конечно. Ну, ладно, пусть может. Да. Интересно так. Кстати, вон он, ага. На дне, смотри, они там шевелятся. Плавают. Давайте. Оживайте. Я так-то пошутила, что в прудик-то. А вот муж-то уже подговорился. Идея тебе еще тут есть. Держи. Давай, на. Вон что впивается уже, малышня-то. На, скорее рыбку. На. На тебе скорее рыбку. Бери скорей. Бери. Все. Вот так вот. Ну что, девочки. У нас с утра сразу готовка. Попросила мужа, в общем, начистить рыбу. Ротанчики. Котлеты будут. Здесь у меня с вечера доставала ребра, кости. В общем, на борщ варится. Варится яйцо на завтрак. Гречку Даня заказал. Борщ будет. Пока еще, девочки, свой. Слава богу. В общем, отличный борщ. Быстро. Сейчас приготовим. Быстро приготовим, девочки. Воду поставила. Кипящую воду отправлю. Косточки. И будет у нас вкусный, наваристый борщ. Может быть, еще пюре сварим. Котлетам. Мы когда-то давным-давно такие котлеты делали. Помнишь, Саша? Жили мы. Здесь мы в этом доме, сколько живем, мне кажется, один нож два раза делали. Потому что такую рыбу не особо. А раньше, когда жили в Савино, всегда покупали, всегда нравилось. Либо жарили, либо котлеты делали. Сейчас сало еще надо из морозилки достать. И будут у нас вкусные котлетки рыбные. Маловато купила, но тащить тоже тяжело. Ладно, сестра мне помогла немножко. Хватит. Да немножко сделаем, но... Кому? У нас есть-то некому, девочки. У нас... Даня такой не ест. Ну, так что... Ну, я думаю, ты-то будешь котлетки такие. Вкусные они, кстати. Но если им не сказать, что они рыбные, они, может, и поедят. Потому что они очень вкусные. Приготовила тут мясорубку. Сейчас надо позавтракать. Я давай скорее ставить. Надо, говорю, на обед наготовить. Творожок. Свежий творожок. Свежие сливочки. Я купила две баночки. Я не знаю, девочки. Кто-то спрашивал у меня цену. По 120 рублей на рынке продают. Баночка. Одна вот такая 120. Творожок тоже вроде по 120. Кулечек, да, 120? Так что... Кто пишет, там писали мне. Покупаете молочку, да, своя корова, да, свое... То, свое это. Хозяйство, девочки, держать дорого. Да. И надо иметь сбыт. У нас, когда был сбыт, мы продавали молочку. Когда не было малышей, когда была бабушка живая. Конечно, корова у нас была хорошая. Творог свой. Ну, а сейчас пока вот такое время пришло. Другое, девочки, время. Так что... Оставайтесь с нами и все увидите. И, может быть, еще и наступят те времена, да, когда и корову заведем. Видно будет, в общем. Так, ладно, готовим. Сегодня любимый Василек. Товар от российского производителя, девочки. Ссылки оригинальные внизу в описании. На все социальные сети любимого Василька обязательно заходите. На телеграмме любимого Василька выходят новинки, девочки. Можно заходить, смотреть. И на каждой из социальной сети можно сделать заказ. Заказ собирают быстро. Товар отличный, девочки. Что я заказала в этот раз? Вот такие шторы для знакомой. В общем, попросила она меня выписать. Шторы из рогожки, девочки. Такие вот распечатывать мы их не будем. В общем, размер 2,60 на метр сорок пять. Размер, девочки, можно подобрать такой, какой вам необходим. Еще она, в общем, под эти шторы вот такие вот полотенца. Полотенца из шторы из рогожки. Три полотенышка наборчик. Я потом, девочки, цены все покажу, в общем, поближе. Так что отложим в сторонку. Еще вот такой вот набор полотенец она тоже выбрала. Это тоже рогожка. Набор полотенец рогожка, клубника. Три штуки. Яркие, летние такие, красивые, девочки. Видно. Подождите маленечко. Подождите маленечко. И еще она, в общем, вот такую скатерть подобрала. Выписала к шторам, которые заказывала, девочки, я в прошлый раз для нее. Классные вот такие шторы. Фотографию отправляла, как она их повесила у себя на даче. Очень шикарно смотрятся. Классные шторы. Рябина. Ну, красота, девчонки. Скатерки тоже можно подобрать любые. Вот уже комплектик, допустим, да. Шторы, полотенца, скатерка. Можно еще салфеточки. В общем, будет очень даже красиво. Так, это был набор, заказ для знакомой. Для себя. Для себя я, девочки, выписала тоже вот такие вот наборы полотенец. У меня закончились новые наборы. Я их, в общем, все подраздарила. И все, думаю, надо заказывать. Набор полотенец, рогожка, дары леса. Такие вот классные полотенечко. Полотенышки, девочки. Девочки, я что-то уже заговариваюсь, потому что у нас время вечер. В общем, классные, классные полотенца, девчонки. Просто, каких только нет. Различные варианты. Вот такое, вот такое, вот такое, девочки. Набор вафельных полотенц. Это вафельные, кстати, да. Ботаника. Ну, тоже классные. Шикарные полотенца для меня. Так, носки, девочки. Носки женские, мужские, детские. 3-5 лет на Матвейку. Наборчик. Наборчик для мужчин. Размер от 41 до 47. Женский от 37 до 41. Носочки с короткой резиночкой. Ну, в этот раз выбор был хороший. Можно выбрать. Так, детские вещи тоже, девочки, имеются. В этот раз заказала для Евы вот такие штаны. Пижамки, платьишки, бриджики. Много всего, в общем. Так, вот такая пижамка. На дневнике мамы Ольги, кто смотрит, те увидят примерку. В общем, футболки для мальчиков, для девочек, для взрослых, для мужчин, для женщин. В общем, такие вот недорогие, классные футболочки. Есть с костюмами. Я в этот раз заказала вот так по отдельности. Футболочки отдельно и бриджики. Еще одни такие бриджики, только другой цвет. И на другой возраст. Девочки я заказала на 5 лет и на 6. В общем, классные бриджи. Сейчас вот хочу постирать. Завтра Матвейка пойдет в садик и оденет новые бриджики и новую футболочку. Так что, такой у нас был заказик в этот раз. Так, ну вот. Все, девочки, очень даже шикарное, скажу. Шикарное, девочки. Вот я в платье. Платье для дома. Обалденное платье. Кто мне писал? Балахонич, девочки. Свободное платье. У нас сегодня был день жаркий. Я в этом платье целый день. Красота. Просто свобода и очень легко. Там, конечно, вещи на любой кошелек. Так что, заходите. Приятных покупок желаю. Так, это в стирку буду. Цены, девочки. Показываю. Я не показала вам цены. Так, вот так. Скатерка. 351 рубль. Шторы, девочки, 2255 рублей. Размер 260 на 145. Так, набор полотенец. Клубничка. 242 рубля. Полотенце, дары леса. 242 рубля. Футболка для мальчика. 5 лет. 193 рубля. 193 рубля на 4 года. Футболка. Пижама для девочки. Вот, девчонки. Вот, три года. 98 сантиметров. 508 рублей. Так, полотенце. Вот такие. Блоссом. 247 рублей. Брюки. Брюки для девочки. 2 года. 473 рубля. Такие вот брюки. Классные. Так. Где же, где же, где же. Ага, брюки для девочки. Шорты для мальчика. Темно-желтый. Вот, на 6 лет я заказывала. 403 рубля. 403 рубля. Для мальчика. Темно-бирюзовые. Это вот эти девочки. Классные, кстати. Вообще. На лето. Очень даже приятные. Сейчас в садик пошли. Надо много всего. Так, далее, девочки. Футболка для мальчика. 167 рублей. Здесь у нас носочки детские. По 38 рублей. Набор 228 рублей. Ну, в общем, видно, да? Мужские носки длинные. Хлопок. 258 рублей. Женские носки короткие. Хлопковые. 340 набор. И набор вафельных полотенец. 236 рублей. Вот эти, девочки. Полотенца. Рогожка. Классные полотенца. Мне и рогожка, в принципе, и вафельные очень нравятся. Полотенца никогда лишними не бывают. Так что у меня их, кто пишет, девочки, для постоянных писателей, любителей полотенец. Я обожаю полотенца. Мне кажется, все девочки, девочки, женщины, да, любят тряпочки, тряпочки. В общем, одежду, какие-то, я не знаю, вещицы для дома. И я считаю, что лишним никогда не бывает. У меня сейчас вот всего лишь два наборчика. Вот эти все, все, девочки, подчистую я раздарила. Ничего у меня не осталось. Для себя нужно, чтобы немножко наборчик два лежало. Потому что полотенце порой, 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 пятнышко где-то уже не очень, как говорится. А настроение поднять достал вот такое полотенышко, постелил его. Прекрасно настроение поднимается. Так что настроение, девочки, поднимаем сами себе. Оно поднимается от всего. Различные мелочи. Повешал новые шторочки, пожалуйста. Да, постелил скотерочку красивую. И уже обстановка поменялась. И уже настроение повеселее. Так что вот так. Так, ладно. Готовим рыбные котлеты. Рыба у нас ротан. Озерный. Лучок. Добавим свежие две луковицы. Муж купил, девочки, лук. Репчатый лук закончился. А зеленого еще не наросло. Так, немножко тут, в общем, кусочки сала. Посрезала шкурку. Сейчас мы все это измелим. Я надеюсь, у нас будут вкуснейшие котлетки. Потому что очень давно я такое не делала. Что-то мне так захотелось. Если бы я знала, что я буду делать котлеты, то я бы купила рыбу покрупнее. Эту рыбу я брала для кошек. Ну, в принципе, косточки мягче, нежнее. Так что такая вот рыбешка. Рыбка молоденькая, перемолола хорошо. На два раза, девочки, я ее измолола. Добавила лучок, две луковицы. Почти все. Тут сестра мне уже помогает. В общем, получился хороший фарш. Готовый фарш, девочки, у нас получился. Вот такой вот рыбка. Прощупала руками, косточек нет. Все получилось нормально. В общем, пахнет ароматно лучком. Добавим перчика черного. Посолим. Посолили. Я не знаю, чеснока добавить, что ли? Сушеного-то немножко. Что думаешь? Добавить, да? Немножко так вот, чесночка. Сейчас хорошенько все перемешаем. Сформируем котлетки. И в панировочном сухаре будем, в общем, обваливать наши котлетки. Ну вот, девочки. Кто-то напишет. Голь на выдумку хитра. Давно такое не делали. Люди делают. Кстати, такие пельмени стряпают. Ну, сегодня мы состряпаем котлетки. А завтра, я думаю, что схожу на базар. На базарчик, девочки, схожу. Кошки наелись до сита. Так что там еще в прудике немножко муж отправил. Ну, в общем, еще селедка есть. У меня селедки достаточно. Кошкам хотела скармливать. Потому что кошки рыбу хорошо едят. В принципе, ну вот. Отлично у нас сейчас все это будет. Такой сочный. Фарш, пельмени были бы вообще отличные. Косточки. Нормально, мягонько. Ну вот, хорошо. Котлетки, девочки, формировать будем. Ложкой я вот так делаю. Потому что фарш получился немножко такой... Жидковатый, что ли, как бы жирноватый. А что у меня такой кипит, кипит. Ребрышки кипят. А то как-то не показала, не показала, девочки. Потом написали, муки добавила или еще что-то. Ничего я не добавляю. Вот как есть показываю, так я и, как говорится, делаю. Ничего я там не мухлюю. Пельмени. Сейчас сижу и такой аромат, девочки, прям вообще обалденно пахнет. Луком, луком, перчиком. Так что вот так вот сейчас. И прекрасно сковородочка у нас стоит. Маслица надо сказать плеснуть. Чтобы грелась. Жарища уже нагрелась вообще просто. Невыносимо. Сестра сейчас... Сестра в гости пришли. И вышло, говорит, очень жарко. Так. Как-то нам сформировать котлетку. Рыбную котлетку, девочки. Что-то мне так захотелось. Давно мы такие котлетки не делали. Котлетки? Котлетки, да, такие вот. Будут у нас. Это вот так, что ли, как-то. Раньше по многу брали. И ротанов, и карасей. А наелись, девочки, потом, наверное. Все, и брать не стали. Ну, а что? Всего наедаешься, когда по многу. Всегда всего брали много. Муж сам ловил. Он у меня не рыбак, конечно. Но с братом тогда тоже бывало ездили. Но и не только с братом. То карасей, то ротанов обычно. Лещей много. И коптили их. Ой, вкусные. И в духовке жарил, в сметане. Вкуснятина. Всегда много было всего. А тут вот купила. Таких мелюзганов. Кошкам. И сама съела. Там тоже женщина какая-то берет. Сами как кошки. Ну, а что? По 60 рублей, в принципе. Очень даже экономно получается. Я на 100 рублей взяла. У меня даже 2 килограмма не получилось. Но он не взвесил, получается, не это. Не сильно много. Я говорю, ну, хватит. Что? Я думала, кошкам возьму. Я потому, что моего и кормлю. Вот. Ну, так что, со стола остается. Они тоже едят как бы. У них как по расписанию. Утром мы их кормим. К обеду. Мы садимся. И они уже все бегут. Вот они сейчас наелись. Он их кормил, кормил, считай. Тут рыбы дал. Головки отрезал. Кормил. Потому что мама с котятами наелась. Пришел старший сын. Барсик. Он ей сын. Кот пришел. Ну что, кот тоже успел на одну рыбку здесь. А что он просит, считай. Он ему голову-то. И они еще орут, просят. Еще едят и едят. Потом уже есть не хочет. А уже запах рыбы их манит. Меня тоже запах рыбы манит. Так что сейчас котлет нажарим. Будешь пробовать? Будешь пробовать? Румяные котлетки. Очень даже ничего. Вкусненькие. Ароматно пахнет. Поджаривается. И запах такой приятный. Румяные котлетки. У меня, девочки, вот такой обед сегодня будет. Гречневая каша. Даня, потому что вчера спрашиваю, девчонки, вечером, что готовить. Не знаю. Гречку мне, говорит, свари. Грудка отварная там есть. Я говорю, хорошо. Все. Ну вот, котлеты, не знаю, будут такие котлеты кушать. Не будут. Вкусные котлеты. Очень даже мягонькие. Ароматненькие. Кто-то написал, девочки. В прошлом видео показала порцию на завтрак. Две ложки гречки. Немножко моевы у меня там. А, на завтрак у меня было не моевы, а яйцо. Одно яйцо. И что-то там еще немножко было. Одна женщина пишет. Мы вместе с мужем меньше едим, чем ты ешь. Нормальная человеческая порция, девочки. Нормальная. Вот у меня здесь большая ложка гарнирная. Гречки. Котлеты еще дожариваю. И две котлетки. Муж прикупил соевый соус. Котлетки будут с соевым соусом. Очень вкусно. Достала, девочки, тыквы. Ты достань пакет. Сестре предложила. Говорю, надо тыквы? Надо. Манты. Или там, я не знаю, что она будет делать. Не знаю, что ты. Что ты будешь делать? Манты будешь? Манты будет делать. Она здесь купила манты, девчонки. Где ты брала? В Салеме. В Салеме манты купила. По 40 рублей за штуку. В общем, ну, они оказались невкусные. Там одна картошка. Ну вот. Так что вот. Что? Или побольше, может, возьмешь? Манты. Давай. Съедать надо тыквы. Еще осталось. Дивно. Дивно, это значит много, девочки. Много. Так что. Тоже себе достала. Я достала две штуки. Говорю, какую. Девочки, по расписанию. Сейчас спрашиваю сестры. Говорю, сколько время-то? А время-то у нас ровно час. Первый час? Да без скольки-то минут. Час. В общем. Борщ готов. Показать вам. Полноценный обед. Полноценный обед, девочки. Это первое, второе, третье. Должно еще быть. Десерт. Доставай яблочко вон там. Яблочко? Да. Вот я в училище, когда училась, как нас кормили. У меня даже меню где-то старое сохранилось. Первое, второе, третье. Яблоки хорошие нам крупные давали. Такие. Ну, у меня не крупные, у меня такое. Но сладкие, кстати, яблоки хорошие. Вот это вот полноценный обед. Когда человек тратит энергию, он занимается физическими, как говорится, физической работой, да, то, конечно же, покушать не два огурчика, не одну котлетку. Нам давали в училище большой-большой шницель, девочки. У меня маленькие котлетки. Нам давали вот такой вот большой. Если, допустим, каша гороховая, обычно давали гороховую кашу со шницелем. Всегда вспоминаю, девчонки, учились, почему-то сейчас вспомнилось. Ну, полноценный обед в училище. Потому что где? Обычно по времени, да, в садиках, в школах, да, дома, дома тоже стараемся. Всегда старалась, девочки, чтобы был полноценный, разнообразный обед. Каждый день. И кто мне пишет, что я суп в раз в неделю варю? Девочки, я стараюсь суп варить. Вот, допустим, сегодня сварила, завтра он у меня еще будет кушаться. Потому что на два дня обычно варится суп. Ну, бывает, бывает каждый день варю. Так что по-разному. Гречка, вот вчера гречка, сегодня гречка. Ну, а что? Ну, потому что ребенок требует гречки. Уже времени сварить пюре или что-то у меня уже не хватило. Муж требует макароны всегда. Они прям как итальянцы. Макароны бы кушали и кушали. Так что, ладно, буду кушать. Что-то не могу соевый соус открыть. С соевым соусом будет очень вкусно. Приятного мне аппетита. Обалденно. Горяченько. Сок гранатовый, конечно, кислый. Но гранатовый сок. Квасик взяли. Тут муж как раз с работы подъехал. Я тебе буратино взяла. Мне буратино? Да. Да. Тебе взяла. Лимонад. Как в ранечное советское время, девочки. Это что такое? Это забирай тоже. Снова, девочки, готовка. Готовка на ужин. Будет у нас окрошка. Купили такой вот колбаски. Большой. Огурцы. Правда, у нас два огурца. У меня было много-много огурцов. Оказалось, в общем, съели. Хорошо едят. И хорошо едят. Даня, что огурец? Ты пришла, огурец съела. Я огурец. И в итоге у нас осталось. Я даже не планировала окрошку делать. А что-то так нам захотелось окрошки. Потому что квас, девочки, купили квас. Так, Марина, бутылочку добери. Газировки. В общем, сейчас окрошки сделаем. И будет у нас вкусненько. Окрошку мы сделаем салатиком. Ножик какой-нибудь надо. Какой-нибудь ножик. Все, девочки, вечер. Гуляли сегодня очень долго. Мы после обеда ушли. Нагулялись. Пришли. Муж забрал по дороге квас. Коммуналку заплатил, заехал. Матвейку забрал в садиках. Сейчас приехал, он траву окашивает. На капусту будет высаживать. Ну, это позже жара у нас стоит. Вроде как бы жарко. И вроде как ветерок прохладно. Так что надо скорее сделать квас. На квасе окрошку. Окрошечки сделаем. И будет у нас на ужин окрошечка вкусная. Ну, что я вот так мелко порежу огурчик-то. Лук тоже пришлось прикупить. Потому что свой, девочки, лук. Каждый день щиплем. Все. Можно сказать, больше щипать не придется. Пока не подрастет. Потому что... Все. Щипаешь, щипаешь. Каждый день щипаем. Ну, что, выщипали весь. Вот тут. Скорее бы уже, как говорится, своя зелень наросла. Было бы замечательно. Окрошечки накрошили. Салатиком сделали. Тут у нас самца уже готова. Поспела. Докупили, девочки. У нас тут есть магазинчик. Там очень вкусно стряпают. Вкуснейшая самца. Тесто тоненькое. Начинки. Узбекская самца получается. В общем, узбекская самца. И киселевская крошка. Что, как тебе квасок? Ядрененький, кстати, такой. Ага, хороший. Ну, в общем, кому надо, сделают с квасом. А кто-то салатиком поест. Ну вот, так что. Это не обученный квас. Какой? Катайский наш. Это не как газированный из этой бутылки. А какой? Крепленый. Этот вкуснее. Ну, он вкусный. Но он, знаешь, этот паренек сидит. Говорит, я, говорит, что-то попил этого кваса. Он мне, говорит, что-то хорошо. Говорит, стало с утра. Так что ты смотри, осторожней. Не увлекайся. Дети гуляют на улице. Сейчас будем уже звать. Тут он тарелки приготовил. Будем кормить сами. Попробуем, попробуем. Манты. Манты тут сестра себе. Еще настряпала. С того же магазина. Ну, а что, по 40 рублей за штуку. Нашла. Вот все знают, где повкуснее. Не то, что я вот. Колбасу. Ну, колбаса у нас ароматная была. Так, а что окрошку-то? Я что, всем ложу? Всем? Все. Ты думаешь, что они не ложу? Я буду салатом. А ты будешь окрошку-то? Или ты только... Я немножко буду. Будешь? Давай тогда я тебе вот так. Вот так. Давай скажешь, когда все. Все. Давай. Хватит. Так, квасок. Будешь что-то делать себе? Делать квасок. Наливай. Я тогда детям положу. Сейчас детей накормим. Дети, дети. Тазами надо делать. Что делать тут, когда ты? Столько. Так и ты понемножку. Понемножку, но... Чашки вот такие удобные. И под первое, и под второе мы такие тарелки. Тарелки, чашки любим. Удобные. Ешь, ешь. Давай. Теплые они еще идут. Пока ехали, остыли в дороге. Ну, что, вкусные? Ну, как уехал. А? Как уехал. Ну, на родине? Конечно, да. Мясо не так. Ну, вкусно. Кто-то скажет, самим надо стряпать. Девочки, вот дети, когда маленьких детей, много. Вот, особенно вот так вот вместе, они разбегаются, как тараканы в разные стороны. С ними надо гулять, с ними надо заниматься. И вот, вот, все вот это вот, это, если выделить время еще на стряпню, допустим, да, то, конечно же, это очень отнимает времени. Я вот успела, приготовила обед, кое-что поделала, быстренько-быстренько, и после обеда собрались гулять с детьми. С детьми мы нагулялись, пришли, и уже, скорее, надо уже ужин готовить. Ну, это так, для сведения. Потому что потом начинают некоторые писать, конечно, как все успевали мы. Ну, вы успевали, мы тоже успеваем, девочки, все. И погулять надо с ребятишками, и домом надо заниматься. И все надо, конечно же, все надо. И в такие моменты выручают, конечно же, прекрасные какие-то магазинчики, да, где-то повкуснее. Вот сестра вот ищет, где повкуснее. Да все любят повкуснее. Допустим, в одном магазине, говоришь, тесто не в магазине, а там вот у нас готовят, да. Коккуренция получается. Да, кто-то готовит не очень вкусно, кто-то вот очень вкусно готовит. И считай, там вот тесто толстое, да, начинки меньше. А здесь вот просто вкуснятина. Куриная по 65 рублей. 40 рублей за штуку. Манты, девочки. Ну, что? А что вот так вот? Не всегда, конечно, но мы вот в кафе зашли с ребятишками, она там картошку фри покупала, кое-что так вот перекусить. Я считаю, это нормально. Газировку тоже можно иногда. Я сегодня выпила газировки, девочки. В туалет не пивала, конечно, я ее не пью, не люблю газировку. И не особо, в общем. Ну, сегодня думаю, ну-ка я возьму. А, кстати, мы с тобой зашли в Салеме-то. В Салеме, девочки, дюшест, я думаю, купила я по 65 рублей. Вот такая бутылка, в общем, не дешевая. А в Салеме 26 рублей. 26 рублей там, но дюшест это. Да я бы лучше дюшест. Там лимонад, дюшест есть. Буратино не было, но мы вот буратино купили. Прям детство, девочки, детство вспоминаешь. Так, я что к вас-то закрываю? И наливаю? Так, ну все, в общем, будем ужинать, детей кормить. Я, девочки, на этом с вами попрощаюсь. Скажу вам всем огромное спасибо. Ссылочки, напомню, девочки, ссылки на любимый Василек, на все социальные сети внизу в описании. Заходите обязательно по оригинальным ссылкам. А мы сейчас поужинаем, будем заниматься дальше детьми. Капуста у меня, рассада надо будет высаживать. Так что, такие у нас дела. А вам пока-пока. Пока-пока. Так, ну что, я себе тоже подмолью. Окрошечка, девочки, окрошечка. Муж пробует манты узбекские. А у него борщ. Мы едим окрошку, а у мужа борщ. Да. Он любит. Ты так смотришься, смотри, в тельняшке. Бутылка буратино. Ну что, как тебе манты? Мама! Ау! Ну что, вроде, только я мясо не пойму. Что, мясо, говядина? Нет, да? Такое ощущение, что это мясо, а то ли это грибы вообще какие-то. Да не придумывай грибы, говорит, сок-то, смотри, как текет. Ну что, ты что? Ну, да, это джизм с баранью, где гляжи добавляют. Ммм. Вкуснятина. Вкусно? Да. Ну давайте, всем приятного аппетита. Будем хлебать нашу окрошку. Крошку. Ну. Вкуснятина. Вкуснятина. Вкуснятина.